Привет-привет! Давай сошьем гирлянду из звезд. Ее можно повесить на балдахин, кровать или стену. Для начала вырежи выкройку. Обведи по ней 20 звездочек, затем вырежи припуск и разметь линию шва. Это будет выглядеть примерно так. Теперь вырезаем 20 звездочек. Перед раскроем мне пришлось проклеить ткань, так как пайетки пришиты к тонкому прозрачному шифону. Проклеивала я ткань специальной клеевой тканью. Хотя можно было обойтись и без этого, даже если ваши пайетки на сетке. Тем более не стоит проклеивать, если ваши звезды из льна или бархата или чего-то поплотнее. Далее мы складываем звезды лицом к лицу. Скалываем их между собой портновскими иглами. Звезды можно соединить между собой вручную при помощи нитки и иголки. Первый способ самый простой. Вы видите его на видео. Проколы совершаем примерно через 2-3 мм. Второй способ чуть сложнее. Мы будем двигаться иголкой назад. Сначала выводим иглу примерно через 5 мм, затем возвращаемся назад на 2,5 мм. Потом снова выводим иглу на лицевую сторону и возвращаемся назад. Расстояние между точками примерно 1 см. Получается на 1 см у нас где-то 2 петлеобразных стежка. Не обязательно соблюдать стежки вплоть до миллиметра. Важно помнить, что мы просто каждый раз возвращаемся иглой назад и стараемся это делать более-менее равномерно. Строчка все равно останется внутри звездочки. Эта строчка способна растягиваться вместе с изделием. Она получается более крепкой и аккуратной, в то время как первая строчка получается довольно рыхлой. Но проще всего соединить звездочки на швейной машинке. Чтобы сделать разворот на уголках, опустите вниз иглу, поднимите лапку, поверните звезду и снова опустите лапку. Чтобы не проскочить в нужное место, лучше докрутить машинку вручную. Развороты приходится делать часто, а у нас впереди еще 9 звездочек. Наверное, это самое сложное в этой гирлянде. Обработать такое количество деталей, хотя в целом она шьется легко. Обязательно оставляем одну сторону непрошитой для того, чтобы вывернуть звездочку. После этого натекаем уголки звезд и доходим до шва 1 мм. После этого звездочки выворачиваем. Удобно это делать палочками для суши. Теперь нам нужно набить синтепоном все 10 звездочек. Или это можно сделать тканью мелко порезанной. Равномерно распределяем синтепон по всей звездочке и зашиваем оставшиеся отверстия. Сделать это просто. Мы прихватываем то левую сторону, то правую. Стараемся это делать через одинаковые интервалы, например, 2-3 мм. Желательно, чтобы проколы сверху и снизу находились на одном уровне. После того, как мы зашили все отверстия на звездочках, их необходимо соединить между собой. Для этого я возьму толстый шнур, нитку, пряжу или ленту с тесьмой. И завяжу на ней такие петельки через 15-20 см. Сделать это тоже просто. Через каждые 20 см я сгибаю шнур пополам, закручиваю это место в петлю и через петлю пропускаю сложенный шнур. Затем затягиваю его и так 10 раз. Затем звезды пришиваю к этим петлям. Вот мы и закончили нашу гирлянду. Публикуйте свои работы в социальных сетях, отмечайте наш аккаунт LikeBella и ставьте хэштег. Мастер-класс на этот балдахель также доступен на нашем сайте. Пока-пока!